Месяц назад наша съемочная группа ездила в Дом культуры села Кицканы. По инвестпрограмме там сделали отопление. Но теперь нужно решить еще одну проблему – спасти гостеприимную Молдавию, рассказывает Регина Васильчук. В молдавском селе Застолье прибывших гостей встречают с хлебом с солью. Кто-то уже произносит тост. На столе полные кувшины и свежие фрукты из сада. На арке растет виноград. На дворе лето вечереет. В 1969 году за эту работу автор Илья Багдеско, единственный из всей Молдавии, получил золотую медаль Академии художеств СССР. А сейчас то, что должно быть национальным достоянием, собирают по крупицам. Когда Багдеско закончил роспись, многие художники приезжали посмотреть на его работу. Что-то срисовывали, что-то подмечали. Со временем о значимости картины забыли. В этом Доме культуры, как и во всех остальных, проводили дискотеки. Шумные компании, веселая музыка, говорят, об эту стену даже окурки тушили. Молодежь отрывала целые куски холста. Они просто висели, как тряпки какие-то. Где-то помадой были, губы разукрашены, карандашами нарисованы. В общем, в очень плачевном состоянии. Наталья вместе со своими сокурсниками и учителями три года назад реставрировала картину. Вот эти графичные наброски на новом холсте – их работа. Они законсервировали роспись, чтобы она не разрушалась дальше. В Доме культуры лет 30 не было отопления. Перепады температуры навредили живописи не меньше, чем люди. Сегодня этой проблемы уже нет. В здании тепло и сухо. Сейчас у нас не проводится здесь помещение дискотек. Слава Богу, законсервировали уже эту нашу монументальную роспись. И мы будем надеяться, что в скором времени будет капитальный ремонт нашего помещения, нашего здания. И, конечно, надеемся на реставрацию. Чтобы восстановить огромную картину, нужен реставратор монументальной живописи и деньги. Пока нет ни того, ни другого. Работники Дома культуры пытаются сохранить ее хотя бы в таком виде. Но на стене до сих пор появляются новые надписи. Эта работа очень известна. За нее Илья Багдеско получил золотую медаль Академии художеств. Сюда даже приезжала делегация из Японии в 90-х годах. И хотели снять ее, забрать, купить ее. Зачем? Куда? Потому что понимают ценность этой работы. В 2023 году будет 100 лет со дня рождения Ильи Багдеско. В Лободейском управлении культуры сказали, будут искать мастеров и сделают все возможное, чтобы к тому времени гостеприимную Молдавию полностью отреставрировали. Регина Васильчук и Дмитрий Редькович, ТСВ.